Анализируя сложившуюся к середине 30-х годов XX века военно-политическую ситуацию, Михаил Николаевич Тухачевский отмечал, что для Германии основную задачу составляет получение колоний и источников сырья за счет России и государств Малой Антанты, так как опыт Первой мировой войны показал, что без обеспечения себя основными видами сырья, в особенности железной рудой, нефтью и хлебом, ей невозможно участвовать в большой и длительной современной войне. Все эти виды сырья имелись на Украине, в Румынии и Чехословакии. Обратите внимание, здесь не упоминается Польша как источник сырья и объект колонизации. Почему? Дело в том, что к середине 1930-х годов наметилось сближение Польши с Гитлеровской Германией. Советско-Польская война 1920 года и завершивший ее Рижский мир 1921 года. По мнению Льва Тиса Александровича Александровича Безыменского, как бы запрограммировала недружелюбные отношения между Варшавой и Москвой. Спрашивается, как же не использовать было Гитлеру эту неприязнь, как же не попытаться было привлечь Польшу на свою сторону? В Москве и Париже, несмотря на отсутствие четких и прорусскую установку ее правительств, независимо от вопроса о судецком немецком меньшинстве, но отношение Гитлера к Польше было иным. Исходя из Германо-Польского пакта о ненападении от 1934 года и зная о старинной вражде Польши к России, Гитлер видел в ее лице союзника по борьбе с большевизмом. Он считал, что страх Польши перед русскими послужит исходной базой для германо-польского компромисса. Поэтому его территориальные требования к ней не переходили приемлемых пределов. В интервью с Иосифом Виссарионовичем Сталином 1 марта 1936 года председатель американского газетного объединения «Скрипс» Говард Ньюспейперс Рой Говард упоминал. Как общеизвестный факт, что СССР опасается, что Германия и Польша имеют направленные против него агрессивные намерения и подготавливают военное сотрудничество, которое должно помочь реализовать эти намерения. По мнению польских историков, глядя из сегодняшнего дня, когда известны подробности жестокой германской политики. Проводимый позднее в оккупированной Польше может показаться немыслимым, что Варшава могла бы стать союзником Третьего Рейха, но это историческая аберрация. Следует помнить, подчеркивает Павел Вечеркевич, что в то время эта мысль не казалась никому из европейских политиков такой уж ужасной. С Гитлером в политических салонах в то время разговаривали все лидеры, даже те, у кого были убеждения левого толка. Тогда особо не говорили о широкомасштабных немецких преступлениях, в отличие от массового геноцида в Советском Союзе. Станислав Вацлавович Морозов выдвигает гипотезу, что реакционеры из правящих кругов Японии, Польши и Германии в глубокой тайне вынашивали планы развязать агрессию против СССР во второй половине 1935 года. Так, начальник Восточного отдела МИД Польши Тадеус Шецель говорил в беседе с болгарским декларацией польского МИДа, господствовало убеждение, что Польша вступила в сговор с Гитлером. В вышедшей много позже окончании Великой войны книги воспоминаний Николай Белов утверждал, что хотя Гитлеру для реализации его планов нужны были Австрия. Чехословакия и Польша в части обеспечения тыла в войне против СССР, отношение к ним было разным. Австрию он считал германской землей, Чехословакию критиковал за антигерманскую поверенном в делах в июле 1934 года. Что Польша рассчитывает на то, что если на Дальнем Востоке разразится война, то Россия будет разбита, и тогда Польша включит в свои границы Киев и часть Украины. Современные польские исследователи склонны полностью исключать данную точку зрения. Прежде всего, путем категорического отрицания агрессивного характера внешней политики режима санации и наделения таковым советской внешней политики межвоенного периода. Между тем, еще в 1937 году на переговорах Германа Геринга и Эдварда Рыц с Миглой подчеркивалась необходимость установить более близкое сотрудничество между армиями, а также в экономической и культурной области. Этим путем в течение короткого времени можно будет добиться полного урегулирования отношений. Здесь было бы уместным вспомнить отличного памфлетиста Мараховского. Есть важнейший нюанс, который постоянно вылетает из поля зрения современных, слишком фрагментарно образованных аналитиков. Я про национальный миф. Он, разумеется, есть у каждой уважающей себя нации, но поляки – это выдающиеся случаи. В то время как мифы западноевропейцев последние лет сорок старательно форматировались под современную передовую повесточку, а всяких болгар с прибалтами просто поставили в позу покорности, польскую мифологию про себя любимых никто не трогал. Вначале польский миф о себе никто не трогал потому, что он был крайне важен для битвы с мировым коммунизмом, и полякам десятилетиями не мешали рассказывать себе о том, какой они трагичный и героичный народ. Набожный и страдальческий, пушистый и с белоснежными перьями, издревле защищающий Европу от диких орд с востока и иногда попадающий под гусеницы цивилизованных ТИС ОРД Ордн с запада. Потом польский миф никто не трогал потому, что он оказался важен для продвижения миролюбивого западного фланга, оборонительного союза НАТО, все дальше и дальше на земли ТИС-агрессора-агрессора исторической Российской империи. Сейчас Европа вроде бы сошлась через свое украинское изделие в долгожданной прокси-битве с Россией, и поляки должны быть в эйфории, их ведь к этому столько готовили. Но великий польский миф в принципе не рассматривает сценарии, в которых он не в главной роли. Какие еще украинцы? Какие еще требования Брюсселя к нам, выполняющим прямо сейчас величайший подвиг героизма? Почему нам не дают 3, нет 15, нет 32 миллиарда? Кто смеет не давать денег героической Польше и даже призывает ее делиться своим топливом? Германия? Ах, так это же та самая Германия, что мечтает втайне снова захватить нас. Надо сказать, что в предыдущей эпохе с подобным мифологическим менеджментом Польша раз за разом приходила к одному и тому же результату, стоило только в Европе начаться какой-нибудь заварушке. Интересно, как выйдет на сей раз. Электронная и печатная версии книги по ссылкам в описании.